господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер семьсот восемьдесят пять евангелие атмосфея 24 4 иисус рассказал им в ответ берегитесь чтобы кто не прессил вас за шестое февраля 2018 года то тут такое дело утром снимаю новый ролик про голубей на гнезде никита продолжает съемку а я вышел на кухню и там сидит надежда васильевна вчера она позвонила при мне в машине сергею говорит что звонили о том что нам угрожает смертельная опасность это мы ехали дороге в машине она говорит это где на дороге или днем или ночью и связано лето скотовайся и потерявки естественно я подумал что это о вас там речь то есть о ком то там с кем-то разговаривали мы и сегодня когда вышел на кухню стал выговаривать надежде васильевне чтобы нигде никак не было произносимо ну то есть что не знаешь ты не говори ну женщина любит говорить за собой не следит и так просили и правильно это люди которые там знакомые нам близко чтобы наши имя не произносили нигде а то что никита снимает я не подумал даже и когда стал прослушивать то никита и спросил слышите что там говорите а что и тогда услышал это а там просто одноименный человек это не вы а другая личность ну другая из одного города звонят другого там и и бывают такие что по-прежнему это опасается чего-то как-то ну вот теперь выставлять ли мне этот ролик люди нравится и особенно детям и они ждут наши ролики про голубей кошек и про иных животных вот про иных животных вот знаете я сама возился и у меня были есть репки я их воспитывал они ну превращается так легко хищная птица это не знаю что это у меня тут на налепилась откуда это открыли много раз не нужно несколько раз открывал интересно даже как это так ну и вот я как это а это будет что это на роботы на меня давно не было роботы напали я их тут заблокировал а эти то остались этого сейчас я уберу роботы а их у нас мужчина как правило там сергей или кто-то а вот это не надо я его не трогал просто проверил вот сергей а у робота ничего нет откуда на бывает так штат колорадо центральный город наде просто хорошо знаю робот с какой целью один раз я убрал больше на полторы тысячи нашло ну тут сергей помогал этот козлов и помаленько отбились и не стали от сейчас стали опять под появляться и вот интересно я хотел как раз показать рассказывать с какой стране это уже не так важного и девочка звать габи вот она сидит дальше считай что есть четырехлетняя девочка подружилась с воронами и птицы засыпали малышку подарками вот чудо какое габи ману и сиэтла влеклась коллекционированием четыре года девочка хранит несколько ящиков с контейнерами заполненными странными безделушками а началось с того что габи неаккуратно ела и бросила пищу в неподходящих местах бросала и птицы подбирали еду габи заметила как вороны ждут наблюдая сверху девочка начала оставлять для птиц пищу сначала остатки обеда а потом установила вот понимаете вот потом дальше как что с ней было это надо просто ну или верить или не верить вот она девочка сидит ну и дальше вот это я вот так тут много написано не как габи заметила вороны ждут начала оставлять пищу вот а теперь куда бы ни шла за ней смотрят они вот они сидят на проводах у меня такое же было но не так не было так съедали мы после мать заметила стала тоже помогать ей а на том месте стали появляются вещички разные дальше среди вороньих подарков оказались черная кнопка сглаженный кусочек коричневого стекла брелок жемчужного цвета который габи очень нравится она его держит брелок и вот она сидит девчонка смотрит это дело то таких людей 20 или 30 в мире кому вот так вот есть но и дальше говорит не каждый кто кормит ворон получает взамен блестящий подарок подарки получает те кто спас захваченную или раненую птицу или общался длительное время животные приносят знак благодарности или ухаживания вещи но птица редко образуют такие отношения с людьми но однако с вы нажито с ильей пророком воронто приносил ему пищу и главное он ее не съедал у него тоже лишнее не было вороны как известный умеют мыслить и решать головоломки чтобы получить пищу или предмет который ищут однажды фотографируя белого голового орлана лиза нечаянно уронила крышку объектива камеры и потеряла ее смазал интересно послушай как давай вернувшись домой женщина на нашла крышку на краю ванночки для птиц лиза подозревала что это вороны принесли крышку чтобы убедиться она посмотрела видео с камеры наблюдения камера показала что ворона принесла к в клюве мышь крышку прошла по двору и начала мыть ее в ванночке для купания птиц сказала лиза вороны наблюдают за нами все время и видели что я уронила крышку поэтому принесли ее мало того что принесли вы мало еще крышку вот тебе и на ничего это они не понимают но то как сказать значит что-то понимают но и дальше мы считаем событием вчерашние так евгений давыдкин пишет роман не в ту область полез зачем он пытается толковать труды игнатия тихоновича откуда и кто он роман что у него за плечами какие знания что он читал как он может толковать книги и еще духовные вопросы затрагивает что в этом понимает видимо верхушек нахватался и блуждает но думает что просветился и вот пора тоже нести народу просвещение истины но истины ли конечно это все с попущения божия и это дело тоже господь силен направить во благо церкви христовой да и нам грешным очередной урок дай бог чтобы на пользу пошел я так думаю то что романом малыш делает это еще больше послужит от всего ненужного и укрепление нужного на то есть они выявляются к нему эти кинулись которая сейчас то ну их ясно дело конец один всех ждет они еще ничего не понимают и ослепленные этом эйфории что мы сделаем пахости а нам никто мы спрятались найдет господь и поставить на вид поэтому все это для прославления христа и христиан помолитесь за романа ведь хороший такой трудолюбивый человек и душа ищет истину но увы не туда идет это мое мнение его никому не хочу навязывать роман скоро свой канал откроет и будет вещать на весь мир свое понимание библии и православия но уже то что он зачитывает из книг игнатия лапкина о житиях святых это неплохо с уважением евгений слава христу сергей игнатов спаси христос мой звонок с работы если он исходил от меня был непреднамеренный у нас вот обрекнул посмотрели прости меня игнатий тихонович у меня утро до работы и вечер после работы и до сна начинается и заканчивается внимательным прослушанием твоих видеороликов а когда молюсь то зачастую вместе с вами по видеоролику и с поклонами за романа малыша молюсь за обращение к христу несчастной служительницы нечистой силе не не и всегда поминаю своих молитвах духовного отца тебя игнатий тихонович к истинного православия прочитал книгу выберу время а составлю подробный предметный указатель по вечерам читаю книгу для слова божия нет уз и тоже делаю пометки для будущей встречи по скайпу если жив буду и бог даст крепко вас обнимаю ваше духовное чадо игнатов сергей 06 02 2018 года это шестой это вчера вчера то написал ну это человек новый мы не встречались и друг приехал с украины он юристом работают тоже если дальше рустам гусейнов из италии голос с неба вопиет житницы с небес будем ману преломлять иисус воскрес ману преломлять вот так позднее хлебом все едины брат плотью христовым бог наш грехи искупил отворил нам небо рая для того чтобы взирать на кончину ада это стихотворение такое будем щеки подставлять себя не жалея только помни с неба брат ты мы христу виднее не скупиться ни на что перед стадом нищих накормить благовестовать не жалея пищи брат мой в церкви православной не рабщина бога лучше бедных накорми в рай тебе дорога рустам гусейнов 06 02 2018 года рустам спасибо вам игнатий тихонович за то что помолились за меня грешного червя навозного о как квартиру зарядили на продажу задаток дан процесс пошел простите меня христа ради за то что вас дергаю постоянно слава господу иисусу христу а почему начал из всех от стихотворения а мы вчера послушали больше часа слушали смотрели выступает большой казацкий хор действительно еще там посмотреть там и выступает такие песни поют и поется поют хлеб всему голова там концерта большой то вот ну и хлеб всему голова и какие слова то кто если не знает это то можете зарядить хлеб всему голова там отец наказывал сыну сын сыну тот на фронте погибну написал письмо хлеб всему голова ну и дальше а я то это слышал так хлеб всему голова вот тогда я подумал а как же людям то дать то что не это только хлеб то втором я как-то еду и впереди такая приклеена к кабине водителя пишет хлеб всему голова не хлебом единым жив человек и тарелка с колбасой дескать вот покупайте где-то ну и вот я написал стихотворение как бы назовем стихотворением его прочитай хлеб всему голова золотые слова заклинают душевностью песня эту речь богачу говорил авраам из-за хлеба лишился ты чести вот 16 глава луки когда он пишет стал блистательно а нищий умирал там все лизали его только раны хлеб всему голова раздавание щади преломляй умножание имущим только помни всегда что них хлебом одним живы люди не хлебом насущным хлеб сходящий с небес сына божия плоть раздробляется алчищем света золотые слова говорит наш господь сколько песен про это пропета кто же это совсем не хотел понимать весь заботах о хлебе пшеничном есть несчастный слепец забывающий мать христианскую церковь и нищих древний рим кровожадно всегда вопиял хлеба зрелищ и авторитета хлебом солью встречал и ясак исчислял неплательщиком голоды плети хлеб всему голова и пылали поля чтобы врагу не оставить пшеницу превратив корова этот камень земля до земли падших склонницы лица бог всему голова и господни слова раболепствовать чреву опасно нет дождей дымятся хлеба и трава исчезает антихриста царства хлеба в житницах нет будет жесткий ответ три шестерки уже не помогут нет не хлеб голова скажем тысячи нет преклоняясь пред господом богом сыновьям дочерям ты стократно кажи всей душой иисусу быть верным возлюбите христа ни во что ставят жизнь все святы нам в этом примером и персты полагай себе начало повтори многократно молитвы слова в мире тысячи книг золотых много слов но слова слова божия бог вот всему голова 26 08 а тут вот если тронуть то можно увидеть вот здесь вот когда заряжается у нас тут так сделано что нельзя сейчас двигать то вот посмотрел его слышал это делать и родились то такие слова можно сказать здесь у нас в основном все хлеб всему голова а вот она как выглядит а то это самое же это и есть сейчас еще посмотрю кажется тут были хлеб всему голова слова эти которые вот эти наверное вот патриотическая баллада композитор тут автор текста баллачан композитор захарщенко вот по весенней поре воздух свежий и синий на весенней заре воздух свежий и синий постаревший отец седину шевеля говорил у крыльца тихим голосом сыну провожая его первый раз на поля ты запомни сынок золотые слова хлеб всему голова хлеб всему голова ты запомни сынок золотые слова хлеб всему голова хлеб всему голова сын пошел пошагал по отцовскому следу но война началась боль огня и свинца в годы беды потерь добывая победу нес боец по земле завещание отца запомни сынок это тоже опять дальше так ты за но случилась беда на земле незнакомой был он ранен в бою по холодной зиме пайку хлеба свою передал он другому а домой написал в треугольном письме запомни сынок золотые слова хлеб всему голова хлеб всему голова на весенней заре воздух свежий и синий на страде посевной гул моторовый шум у родного крыльца сын погибшего сына говорил на заре своему малышу хлеб всему голова хлеб я даю вот он поет так ареном мальчишка стоит в казацкую форму одеты и когда последний вот это вдруг он запел этот мальчишкой а потом она берет все на плечи ну хорошо составлены сами зарядите посмотрите большой казацкий хор выступает там хлеб всему голова показать наши ресурсы первое что сейчас мы видим это мой мир в моем мире вот так вот он выглядит я в шапке а где голубь это там так контрольная можно не смотреть сегодня что выставлено 14 роликов за один день вчера там 16 у нас очень большой материал ну и дальше у нас ленточный православный форум я сейчас я скажу интересно будет тут послушайте что дальше смотри вот как он выглядит очень хорошо составлены какое сегодня число 7 7 февраля ну давай прочитаем что православный форум внизу считай и на те лапкина во свете библии 2018 год открыт 7 февраля 2010 года и что снять означает сегодня день открытия сайта 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 форума форум 8 лет 8 лет сегодня день в день 8 лет давай готов хорошие там пироги форум открыли нам ровно вот здесь но этот я хотел сказать немножко раньше у меня был мой мир открытый сейчас я посмотрю скажу какого числа мой мир вот мой мир когда открыт получать двадцать восьмого ноль первого 2010 но на сколько дней то 7 ну и 3 на 10 дней раньше мой мир это уже восемь лет вот больше восьми лет у нас ничего нет а уже потом youtube был открыт чтобы такое дело лишь какая какие у нас данные и и вот православный видеоканал как он выглядит много у нас подписчиков 13000 до до 13 848 просмотров 13 миллионов 278 тысяч 85 как-то она на помаленьку набирается собирается мне эта система тоже очень нравится и и конечно во свете библии сайт надо посмотреть какого числа но тоже то попозже маленькие 8 лет это срок у нас 9700 роликов 9000 почти 700 роликов это много это любой скажет очень много но вот здесь вот самое ценное вопросы и ответы и от на вопросы и ответы мы сейчас навалимся сейчас у меня идет тема грех 10 грех ну что грех надо смотреть какие-то темы вопросы вот вопросы которые университетах не задавали по радио вопрос 2098 том открытым оком могли бы вы вкратце на основании писания и правил святых отцов показать несоответствующее несоответствие предлагаемых житей писание и предание вы какие вопросы задавали у нас интересные люди были которые ходили до этого на занятия там знатно такие там протоиереи они говорят так у нас там кухонные занятия еще подобного нету ведь таких крупных тут надо знать и житя святых полностью ответ этот вопрос не ко мне бы подставлять а к жившим в те времена людям но было же писание и тогда так почему же не сравнивали они свои действия с этой книгой книг разве я какое-то новое учение вел почему я должен это все объяснять когда есть библия ее можно открывать и читать и сравнивать с тем что мы на деле видим сегодня где заповедано бросать жену и детей в каком стихе или главе евангелие если родные наши не противится истине это потом канонным вот такие пошли кто если оставляет жену ради благовестия как вот алексей божий человек под клятву то есть проклят благочестие это прямо антихристианское учение и она вышла не от любящего сердца кто впервые вел эти иноческие иноческие другие уставы лишь бы настоять на своем потом эти совершенно надуманные клятвы обязанности уставы монастырьские если это просто сообщество для лучшего вживания в трудных экономических условиях или для обороны от врагов или школа для научения тогда понятно но тут резкое противопоставление себя всему христианскому миру не миру безбожному а христианскому причем с активной агитацией переманивания в свой лагерь с жесткой структурой и безоговорочной сдачей всех бывших позиций это я отвечаю мой ответ причем настолько явно тоталитарным характером как бы спец заказ какого-то важного тоталитарного деспота выполнялся все пункты этих киновий монастырей лавр в чистейшем виде сгусток самых тоталитарнейших сект монастыри есть истинные родоначальники всякого тоталитарного режима нужно было бы ленину сталину гитлеру пожить монастыре научиться и потом уже создать монастыри гулага на территории целых стран матфей 22 29 ну разве меня простят это никогда не простят эти слов то но я говорю перевожу уставы там нельзя разговаривать посылку получить нельзя уйти нельзя за территорию нельзя уйти проклятие тебе будет иисус сказал им в ответ 紀 saràETтær за блуждайтесь не зная писаний не силы божией вот видишь 32 29 когда я получил новый завет евангелие работал на корабле мы вышли когда в море мы вот это я все время читал и сразу запомнял вот это легло заблуждение там все о того что не знают писание я силы божьихам все заблуждения они не знают зачем меня все время обвиняют свои неправди Меня обвиняют, а в своей неправде, то у них неправда, то я сравниваю, ну смотри, вот написано, ну давай дальше. Они якобы ратуют за честь святых, но разве честь Божия меньше того стоит? Стоит. Стоит, что вопреки Слову Божию нужно авторитет смертного человека, бывшего парнишкой, прошкой и ставшего преподобным и святым Серафимом, ставить выше авторитета Иеговы, Вседержителя, Творца Неба и Земли. 6-й Вселенский Собор, правило 62-е. Определяем, никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужа свойственную, не носить личин комических или сатирических или трагических, посему тех, которые отныне, зная сие, дерзнут делать что-либо из вышесказанного, есть суть клирики, если суть клирики, повелеваем извергать из священного чина. Ну вот куда Ахлобыстин попадет? Куда Петр Мамунов? Если же миряне отлучать от общения церковного. Какие личины? Плохие, но если хорошие. Ну вот Ахлобыстин, это даже и говорить не надо, его сразу за воротник и выкидывать. В 340-м году собрался Гандресский Поместный Собор. Легко догадаться, видя какие вопросы там поднимались, насколько они уже были актуальны. Просто нетерпимы в то время в церкви. И жаловались епископы на этих монахов, соблазнителей и разрушителей семьи, которые разваливают семьи. Жены переодеваются в мужскую одежду. Сколько-то из этих маскарадников, переодевальщиков в жития попало? А это может быть тысячная доля процента от общего числа, поменявших женский гардероб на мужской. Многие стали бросать невест, жен, мужей, родителей, детей, и все ради спасения, ради благочестия. Кто-то же дергал за эти ниточки и веревочки. Кто-то из далека пустыни дирижировал этой эпидемией. Так что государственная жизнь стала разваливаться. И тогда соборы под руководством православных и благочестивейших императоров, собравшиеся, стали выносить эти правила, что равнозначно нашим статьям Конституции и Уголовному кодексу, и брать под клятву, то есть под проклятие, всех непокоримым, блаженственным и государственным законам. Где написано под клятву, значит, этот, подпавший под нарушение этой заповеди, есть окаянный преступник. Но под эти статьи Гангарского собора попадают чуть ли не все подвижники и пустынники, которые тиражировали свой образ на неискушенных. И немало было их там, если только в одной малой части пустыни, когда по приказу Аркадия, императора и патриарха Александрийского феофила, пришли войска и сразу же убили более десяти тысяч этих пустынников. Десять тысяч? Это по тем временам была огромная армия. Это сегодня и то дивизия. Но это только одна часть, уголок одной пустыни. Эти монахи, все современники Иоанна Златоуста, уже никому не подчинялись. И власть поняла это. И срочно, всего лишь через 30 с лишним лет после воцарения царя Константина, вынуждена была принять эти жесткие правила против жития, в кавычках, святых. Привожу их правила полностью, хотя они не действуют сегодня на патриотов житийных. Вот слушайте, кто говорит из-за святых, но ничего не знает, это внешне только. Вот правила, вот этот закон. Гандерское 13 правило. Если какая-либо жена ради мнимого подвижничества переменит одеяние и вместо обыкновенной женской одежды облечется в мужскую, то будет под клятвою. Ну а как к Адриану прошла Наталья? А как там Феодор и Евгения переодевались и причащались под теми мужскими именами? Потому что жития прославляется. 14 правило. Если какая-либо жена оставит мужа и отойти захочет, гнушаясь браком, да будет под клятвою. Вот так. 15. Если кто из детей своих оставляет и не питает, и не приводит по возможности к подобающему благочестию, но под предлогом отшельничества не родит о них, да будет под клятвою. То есть оставил детей и ушел. 16. Если некоторые дети под предлогом благочестия оставят своих родителей наипаще верных и не воздают подобающей чести родителям, да будут под клятвою. Впрочем, правоверие да будет ими соблюдаемое предпочтительное. Ну вот тут говорится, а куда правило Симеона и Иоанна, когда они ушли вместе, расставили родители, другой жену, и все, и на этом кончается. Это жития прославляется. 17. Если какая жена ради мнимого подвижничества острижет волосы, которые дал ей Бог, в напоминании подчиненности, таковая, как нарушающая заповедь подчиненности, да будет под клятвою. Вот волосы, что она подчиненна, у мужчины борода, да еще власть, власти нету, сбритая. 18. Если кто ради мнимого подвижничества постится в день воскресный, да будет под клятвою. А то лже-православный Игнатий, лже-миссионер, вот кто лже, лже-мнимого, то есть это лживое, это мнимое все. Правило, так оно, наверное, повыше, чем вы сидите, там, миссионерские отделы. Дыра в преисподнюю, а не миссионерские отделы. 19 правило. Если кто из подвижников без телесной нужды возносится и разрешает посты, То есть нарушает. Преданные к общему соблюдению и хранимые церковью, пребывая при том в полном разуме, да будет под клятвою. Так это сегодня, это 90 с лишним процентов под проклятие в церковь попадают. А то я почусь сейчас, я говорю, а как, ну и первую неделю, и последнюю, а пять недель выбрасывает. А как постишься-то? Ну как, я только мясо не ем, а молоко-то все равно, говорит, ем. 21 правило. Сиде же пишем, поставляя преграды не тем, которые в церкви Божией по Писании подвижничествовать желают, Но тем, которые подвижничество приемлют в повод гордости, возносятся над живущими просто, И вопреки Писаниям и церковным правилам вводят новости. Таким образом мы и девство со смирением соединенное чтим, И воздержание с честностью и благочестием соблюдаемое приемлем, И смиренное отшильничество от мирских дел одобряем, И брачное честное сожительство почитаем, И богатство с правдой и благотворением не уничижаем, И простоту, и малоценность одежд, употребляемых только ради попечения от тела неизысканного, Похваляем. Вот сейчас не понимают, а то что у вас за платы, а что такое, Ну вот просто это ничего не стоит, малоценность одежды прямо показана-то, Только что прикрыть тело и тепло было, все, похваляем, А они вякают, ну как это так? А из нежного в мягкой одежде хождение отвращаемся. Наоборот, наоборот, вот это вот, со стрелочки наводить до глупостей всякие. И да мы Божии почитаем, и собрания, бывающие в них, как святые и полезные, приемлем, Не заключая благочестия в домах, Но почитаем всякое место, созданное во имя Божие, И хождение в церковь Божию на пользу общую приемлем, И избыточествующие благотворения братьев по преданиям, Посредством церкви, нищим бывающие, облажаем, И да скажем вкратце, желаем, добывают в церкви все принятые от божественных писаний и апостольских преданий. Вот что главное это, договорились. И шитье. Исаакий, 3 августа. Преподобный Далмат жил в царствовании Феодосия Великого, Служил в войске и пользовался уважением царя. Затем, призрев для Бога все мирское, он оставил жену и детей, Взяв с собой одного только сына Фавста, Он пошел к преподобному Исаакию, имевшему обитель близ Константинополя. Здесь они были пострижены преподобным Исаакием в иноческий чин, И оба вели богоугодную жизнь, постоянно соблюдая строгий пост. Вся биография, больше ничего нет. Ну хорошо, оставил там, остальных бросил, так это ладно или нет? Прямо тут-то никуда уже не денешься, подклятываю. Я сейчас еще вытащу один вопрос, у нас возможность такая есть. Вопрос 680, второй том, открытый моком. Кто относится к нечестивому в сотом псалме? Псалом 108 стих. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, Дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Ответ. Бытие 18.23. И подошел Авраам и сказал, Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Притча 10.16. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Определяй теперь, какое. Притча 10.32. Уста праведного знают благоприятное, А уста нечестивых развращенное. То есть можно определить по делам. Вверху труды 16 стих, А 32-й говорит, что по устам определяют. Притча 11.23. Желание праведных есть одно добро, Ожидание нечестивых гнев. Гнев Божий на них будет за это. Притча 12.5.6.10.12.26. Помышление праведных правда, А замыслы нечестивых коварства. Речи нечестивых засада для пролетения, О крови. Уста же праведных спасает их. Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Понимаете, как у тебя, держишь скотину, птиц, Как ты относишься к ним? Голодные они или как? То другое. Нечестивый желает уловить сеть зла, Но корень праведных тверд. Праведник указывает ближнему своему путь, А путь нечестивых вводит их в заблуждение. Притча 13.5. Праведник ненавидит ложное слово, А нечестивый срамит и бесчестит себя. Притча 17.23. Нечестивый берет подарок из пазухи, Чтобы извратить пути правосудия. То есть он подкупает судей и прочее. Притча 21.4.10.27. Гордость отчей и надменность сердца, Отличающая нечестивых, грех. Душа нечестивого желает зла, Не найдет милости в глазах его и друг его. Жертва нечестивых мерзость, Особенно когда с лукавством приносит ее. Тритча 28.4. Отступники от закона хвалят нечестивых. Вот кто хвалит их? Хвалит, вот он отошел один тут, Все это сбаламутил, И к нему эти лезут все. А соблюдающий закон негодует на них. Негодует? Ну и так понятно. Тритча 29.7. Праведник тщательно вникает в тяжбы бедных, А нечестивый не разбирает дело. Это возьмем 4 стих. Отступники от закона, Они хвалят нечестивых, Ведь это люди, Вот вы видите, Вот над Василием там издеваются, А с ними никто не будет заниматься, С ним вообще невозможно жить. А соблюдающий закон негодует на этих, Кто соблюдают закон и негодует, Значит негодуют, Они просто елейные слова говорят. Дальше. 29.27. Мерзость для праведников человек неправедный, И мерзость для нечестивого, Идущий прямым путем. Другой мерзостью кажется. Сирахов 41.11. Горе вам люди нечестивые, Которые оставили закон Бога Всевышнего. Закон Бога Всевышнего, Это к православным дожится, Вообще Писание не знает. Горе. Вот определение от Бога, Кто такой нечестивец. Вы думаете, Кто-то из сегодняшних там будет отвечать, Так эти говоруны, Священники выходят в эфире. Он нагородит, нагородит, Лепит, как просто сыпит. Вот ответ, Больше ничего не задавайте. Бог отвечать должен. По-нашему, Это беззаконник и бессовестный человек, Хулитель истины, Живущий во грехе, Табакур, пьяница, блудник. Вот видите, Какое определение, И как мы пришли. Сколько прошло время? 34. Ну и на этом всего. На сегодня хватит. Благодарим за внимание.